здравствуйте друзья я вспоминаю господина чатского из горя от ума который говорил когда же постранствуешь оборотишься домой и дым отечества нам сладок и приятен он правда по европам путешествовал а мы тут вот по мексикам и он там долго отсутствовал а мы всего недельку но я хочу сказать очень сладкое такое ощущение когда ты возвращаешься домой пусть даже там не надо готовить там большой выбор блюд там очень красиво очень красиво и океан хотя бы всего раз там океан исходили все больше бассейн вот и дома это дома я не думаю что надо сильно на эту тему распространяться мы все понимаем о чем речь мы прилетели вчера вечером и было очень холодно это был аэропорт сан-франциско а это еще холоднее существенно холодней чем там где мы живем с они были вот поэтому просто дубак такой был страшное дело и мы думаем надо же вроде так странно три часа полета и из солнечного такого рая 28 но мне не сотевый друг попадаешь в холодину такой я градусов 10 по цельсию и мы спрашиваем туда что ребята вот это давно так вот говорят первый день такое вот так что не знаю вот тучки может может быть к дождю даже я не знаю нам теперь официально нужно затягивать водяные пояса губернатор штата калифорния издал такую директиву сократить потребление водички на 25 процентов это не то чтобы завтра нужно сделать это так план большой на несколько лет но он правда несколько так перемудрил то есть вместо того чтобы бизнесами заниматься ну сельскохозяйственные которые потребляют много воды он как-то на граждан больше наезжает то есть бизнесом в общем-то это не так и так страшно они продолжают потреблять много воды и на сельскохозяйственные нужды уходит 80 процентов всей воды которая тратится в штате калифорния 80 ну дело в том что здесь вот мы видим очень в основном это частный сектор людей принято иметь травку на переднем садике травку на заднем садике а травка нуждается в поливе хотя бы там раз день 20-30 нужно поливать и я думаю что если всем сказать сократить на 25 процентов то есть убрать травку сделать травку синтетическую это будет большая экономия постой из тех 20 процентов которые люди потребляют может быть там 15 процентов уходит на травку потому что все равно надо готовить пищу надо посуду надо принимать душ у нас стоит счетчик потребление воды так то что мы потребляем на себя лично даже с ученым счетом готовки душа и все это мизер по сравнению с тем сколько я тебе света я тебе света еще кое-что скажу значит дело в том что за последние несколько десятилетий потребление воды гражданами упорно снижается снижается на душу при том что население штата растет там и так далее то есть они за это же время потребление воды значит сельским хозяйством растет они стали выращивать такие вещи которые требуют много воды вот что то есть за там миндальный орех в частности или там допустим грецкий орех то есть есть такие растения которые требуют много воды так вот они переключились на те которые требуют много воды а мы наоборот как бы посадить что-нибудь такое чего не требует воды а мы вот так понимаешь поэтому я думаю что вопрос нехватки воды он с одной стороны конечно он климатический вот раньше было больше дождя сейчас стало меньше дождей это правда но с другой стороны это вопрос очень политический очень политический потому что сразу там интересы бизнеса в калифорнии сельскохозяйственный бизнес это примерно 40-45 миллиардов годового оборота 40-45 миллиардов в год вот поэтому там лоббирование идет и всевозможные там значит какие-то политические там интриги но во всяком случае я считаю что надо потратить денежку в конце концов и качнуть водички пусть пусть закачивать водичку того из оригона в конце концов но там много воды лишней но еще осуществляется мнение прислушаться не будут нет делают очень просто что уже сделали например санта-грузия уже выросла это самая стоимость на воду и вырастет здесь тоже то есть как только она начнет ударять по карману то сразу все начнут очень дорого стоит например положить синтетическую траву да она настолько дорогая то есть вот смысла не имеют нет нет это имеет смысл это имеет смысл потому что эти как потом поливать и не надо и косить не надо но ухаживать на цвет через нее может прорастать снизу нормальная трава это гарденером поливает это это не проблема у нас уже была артифиша трава это нормально все но и и положить дорога стоит но это выход в том смысле что каждый месяц за продолжительный период времени это все окупается наверное даже не знаю что тут сказать ну посмотрим пока что на гражданах этого не видно но вот у нас случай был такой у нас санта-круз на даче мы же уехали на неделю вот и между выходными что произошло там где-то что-то лопнуло там треснуло это не сейчас некоторое время назад произошло вот и вылилось много воды нас оштрафовали нас оштрафовали сразу на 500 долларов то есть помимо стоимости воды за превышение так сказать разумных норм нам еще 500 долларов штрафов который вроде бы можно отбить если пойти на какие-то курсы четыре часа на какую-то лекцию это несерьезно это несерьезно потому что мы там не живем но в принципе что если бы жили в санта-круз это имеет смысл пойти на 4 часа и сэкономить 500 долларов и кроме того что лекция может быть как-то уму-разуму тоже научит но дело в том что это не было какой-то виной или халатностью или разбазариваем с нашей страны но труба лодку бывает когда ты живешь в доме то ты сразу замечаешь а конечно когда ты приезжаешь на выходной день то ты не можешь заметить не можешь ну что свет как тебе отдых в целом мексиканский от него надо отдохнуть я хотела сказать что так отдыхал что устал устал значит я могу сказать для меня что такое отдых на неделю если я уехал куда-то на неделю то минимум две недели мне это стоит каких-то героических усилий по ликвидации последствий недельного отсутствия это нужно сколько-то резюме написать задним числом значит по-быстрому потому что люди ждать не могут надо идти на рынок это нужно там просмотреть сколько-то там сообщений и ответить в имейле в социальных сетях в скайпе в ютюбе это ну даже у меня очень большой объем месседжи которые я получаю вы были в частности вот и в общем страшно идет тут у меня грядет еще такое то есть получается что поездка в отпуск вроде бы сам отпуск это как бы релаксация но две недели до и две недели после то нужно почистить все это нужно чтобы ничего не осталось на эту неделю пока ты будешь отсутствовать а потом приезжаешь и накопились дела уже за неделю а вот представь себе в курсе да и получается что одна неделя полная релаксации но на 4 недели оверстресса и начинаешь думать вообще это хорошо или нет значит у меня день рождения скоро через там три недели и значит для меня день рождения это колоссальное усилие по ответам тем людям которые поздравляют с днем рождения а канал у нас ширится от нас год назад было 40 тысяч подписчиков а сейчас уже к 70 приближается и вот и люди они любят нас они слушают мать мы стали как и членами их семьи фактически и вот они шлют поздравления в скайпе может прийти три-четыре сотни я живу и мы совсем скажи большое спасибо заранее потому что ответить каждому действительно нет возможности ну да вот это фейсбук одноклассники там вконтакте там у нас сюда есть я тоже не могу отвечать на это все невероятно и с одной стороны понимаешь ты не хочешь игнорировать человека который к тебе хорошо относится и пошел тебе что-то такое написала у него эмоционально как-то это окрашено и вдруг не ответа не привет и вы не хорошо получать можно конечно видео написать но видео получается кто-то посмотрит кто-то не посмотрит в общем я даже не посмотрите заранее всем сказать большое спасибо потому что я каждый раз так и делаю но при этом продолжается вот это вакханалия поздравлений так что с одной стороны приятно с другой стороны это тоже некоторых усилий требует но мы не можем же отменить день рождения правильно к сожалению или к счастью не к счастью не к сожалению вот как есть и как это факт жизни то есть мы к нему относимся как к факту жизни так что вот такие у нас первые впечатления после возвращения вернулись холодную родную необычно холодную вот но еще вот я думаю над недельку поработать и тогда уже совсем вернется мозгами ну да так что у меня еще есть один должок дело в том что есть женщина в беларуси она редактирует мой мемуар который висит на форуме говорим про вес а ссылка на форум на этот мемуар есть в описании каждого видео но я хотел из формного формата перевести это формат книжки чтобы можно было там напечатать пару тысяч там дарить людям с подписью там еще что-то приз приз но просто книжка вот я думаю что многие захотели бы там с подписью вот я так без подписи не буду мы не торгуем книжкой вот и короче я хотел издать в виде книжки но соответственно значит редактор там работает редактор корректор меня как сказать я не знаю как правильно назвать женщина работает правит мою рукопись и я тоже должен участвовать как бы то есть мое участие подразумевается и она работает гораздо более быстрым темпом чем я сейчас могу поучаствовать хотя и и участие более интенсивное но просто даже на менее интенсивное тоже время нужно так что вот я чувствую себя немножко таким виноватым надо еще вот что сказать давай я не буду делать отдельный сюжет а так просто уже упомяну мы свете купили камеру вот вы помните там за 100 долларов которая такая маленькая легенькая и почему мы ее купили чтобы светлана могла в своей машине снимать и вести разговор потому что это камера которая у нее там sony она небольшая вроде бы камера но нету места в автомобиле вот так получается что нету места как как не крутить и вот мы купили вот эту вот китайскую камеру я думаю что их вдохновила когда-то идея gopro то есть не нужно быть там тошибой каноном там были панасоником чтобы делать камеры а вот ставим фиксированный фокус там кнопку нажал кнопку значит отпустил и вот тебе все дела и вот буквально за 100 долларов причем за 100 долларов там не только камера там еще целая коробка с аксессуарами можно снимать там можно ли под водой но точно там защита от снега от ветра от чего бы нам не нужно так вот мы купили эту камеру и все было бы идеально но но в ней чего-то отвалилась во время транспортировки я подозреваю внутри там болталась фокуса не было мы эту камеру вернули им обратно и заказали другую ну и вступили так сказать в переписку с этими вот китайцами из китая на предмет того что вот я даже видео снял небольшое им отправил чтобы показать что там камере не то они очень изменялись сказали что сейчас пришлют другую а это мы им отправили обратно я хочу сказать что камера со всеми причиндалами и пересылкой стоит 100 долларов а отправить обратно бракованную стоило 42 доллара в общем такая вот интересная особенность но я хочу сказать что со всеми издержками если эта камера за 100 но теперь уже не столом 140 долларов значит если она проработает хотя бы годик там я уже не говорю про два или три то мы я считаю в большом выигрыше потому что нет альтернатив понимаете нет альтернативы чтобы что такое маленькое совсем легонько и вот там на стекло в автомобиле при пришлёпать и чтобы она могла смотреть вперед и могла смотреть в салон и так далее вы можете сказать но вот есть же гоупро но гоупро то стоит не не 100 долларов гоупро стоит минимум 300 а то и 400 да и у нее нет экрана то есть когда ты снимаешь ты не видишь себя если камера на тебя ты не видишь что там на дороге она показывает потом если она на дорогу показывает то есть это то чтобы видеть надо еще там 100 долларов заплатить за этот экранчик но ты все равно не увидишь если ты себя снимаешь в общем масса неудобств и я читал обсуждение там вот человек пишет что он снимал китайской камеры а друзья снимали на гоупро и все сошлись на том что у него качество выше так что вот у нас пришла новая камера пока мы гуляли по мексике я надеюсь что светлана сейчас вступит в бой она бы вела свой блог более интенсивно но просто ей камеру нужно поэтому то что она успела снять было там где-то постукивала где-то там потряхивала и в общем снимать некачественное видео тоже не хочется дать как бы снимать так что в таких условиях когда ты зависишь сильно вот того сейчас грохнется не грохнется ты все-таки за рулем его есть вопросы безопасности там и так далее поэтому цвета твой блог сейчас получит второе дыхание я правильно говорю ну я не не настолько креативно как ты в количестве о да не надо много но делаем это в раз-три дня я думаю что не надо ты же не пишешь на пять минут править оба будь а более продолжительный сюжет больше хорошо свет скажи пожалуйста вот то что девушка нам написал ее наташа зовут из белоруссии который сейчас живет германия которая говорит почему у меня отношения не складываются там много комментариев было ты можешь как-то просуммировать может быть ну что ты скажешь может быть может быть те какие-то новые мысли пришли для наташи она написала мне в личку такую признательность такую благодарность это вообще первый раз она написала комментарий никогда вопрос задала у нас на канале она как бы стеснялась вот такая пробивная девушка но стеснительно немножко и вот она написала такое хорошее письмо что вот она видит там массу идей которые над которым надо подумать цвет теперь на твое мнение вот и я сделал ты читала комментарии внимательно что ты скажешь понимаешь как я хочу только один комментарий сказать который относится не только к этому видео а чтобы люди нас правильно понимали это канал на котором мы высказываем свое частное мнение по какому бы то ни было вопросу поэтому не нужно принимать это мнение на веру и не нужно если вы не чувствуете что есть отклик в душе с этим мнением соглашаться мы вовсе не претендуем завоевать сердце абсолютно каждого человека потому что нас уже обвиняют в том что мы можем испортить кому-то жизнь на боже упаси и испортить женщина может себе только сам никому другому советами жизни испортить нельзя это моё а эта фраза там какое право вы имеете советы давать это да ладно я тоже кончик обратился за советом вы бы не стали может быть говорить на эту тему но человек спросил мы ответили но опять же это частное мнение и мы никого не заставляем следовать этому мнению человек сам делает я могу сказать а какое право ты имеешь вообще видео делать нет нет я хочу только одну вещь сказать дорогие товарищи что дело в том что те отклики которые вы пишете они тоже точно так же это наше мнение они становятся тоже вашим мнением поэтому вот эта женщина которая написала какое вы имеете право вы можете испортить вот я например считаю так да то ее мнение уже стало рядом с нашим поэтому как бы а вот она лично не боится что ее мнение может что-то испортить в ответ то есть это уже обоюдно то есть у нас ровно такие же права как у вас когда вы пишете отклики потому что люди которые помещают свои вопросы они очень внимательно следят и за самим видео и безусловно за вашими ответами но опять же это я считаю что это только хорошо потому что разное мнение разные точки зрения испортить я считаю что ничего нельзя человек сам делает свой выбор и сам принимает решение как ему поставить человек обращается за помощью к клубу с одной стороны он говорит нам ребята михаил и светлана как вы считаете с другой страны кроме того что мы считаем есть еще очень много комментариев есть видео более-менее популярные так там и по 300 комментариев бывают скажем по сотне это почти всюду и поэтому если посмотреть комментарии там может быть еще десяток разных мнений и суждений советов и так далее очень интересно я откликнулся несколько молодых людей один из америки один из испании что-либо сказали девушкам не очень импонируете давайте мне ваши взгляды очень близки давайте свяжемся познакомимся познакомимся поэтому это тоже имеет смысл то есть если человек разделяет такую точку зрения света знаешь она подкупила мужиков она сказала она там сказала да да но но она она бросила кость она сказала что мне хочется семью я готова варить борщи и даже носки по дому собирать и ваш и тут конечно прочим это очень таки правильный подход потому что приходится носки забирать по дому конечно а как же начать напоминает анекдот как два приятеля встречаются один ну чтобы женился и так до сих пор сам свои носки стираешь и то и другое ну да но она так такая высок высоким стилем она это говорит про носки нет дело в том что и все сразу конечно расставили конечно девочка очень хорошая девочка очень правильно очень такая целеустремленная и умничка и кому-то конечно вот это интересно вообще сегодня интернет открывает такие возможности встречи для людей которые бы никогда раньше не могли бы друг друга найти вот опубликовали письмо этой девочки уже откликнулись люди сказали ой елки-палки а я тут такую девочку ты еще мне такие не попадаются понимаешь и живут они совершенно в разных частях света и вот так вот может быть может быть да они как-то там свяжутся спишутся и так далее я тебе скажу что я же в видео своем сказал вот пойти найди такую девочку когда ты захочешь найти такую девочку где ты найдешь такую их нет они это же одна на миллион ничего вот на сказать что вот не претендуя на какое-то глубокое обобщение я могу сказать что вот по моим наблюдениям даже много девчонок из беларуси и ребята тоже есть но я бы сказал так что если посмотреть на всех кто русскоязычный в нашей школе то примерно половина это будет беларусь и вторая половина это уже все остальные будут и дамы и украина и россия и казахстан и там не знаю что там еще бывает вот молдаве так вот у нас очень много из беларуси народ и в основном это девчонки в основном большинстве с вами и я хочу сказать что у них у всех есть общее такое здоровая основа вот такое ощущение чтобы батька он как-то так вот правильно воспитывает молодежь я я не думаю что это может быть батька может быть это какая-то другая традиция но во всяком случае они и ведут себя как бы сказать не нагличевать большая не они себя скромно и достойно ведут и с другой стороны они пашут как пчелки в общем-то они старательные и такие я вот я хочу сказать правильного воспитания это просто тенденция она просматривается строго строго чтобы не баловать а тут я шоколадную конфетку а там тебе мармеладку а тут пожалуйста хлеба взял сахара насыпал ведро с водой обмакнул и хавой понимаешь вот тебе и наполеон и вот поэтому вот поэтому они как бы сказать такие такие золушки получаются принцессы на гороши даже не будете вести как золу а вот здесь простота и они прекрасны у них человеческие качества замечательные вот у нас такая вот золушка потрясающе я очень я очень рад что мы так поговорили на эту тему ну чё света думаю что мы такой сюжет о возвращении и вообще не помешает чуть-чуть но какая-то новая семья берем обо всем это сразу обо всем и это связано с нашим возвращение потому что мы какое-то время ничего так особо не не говорили не делали много этих сюжетов потому что обычная за неделю сделал бы там что-нибудь 25 сюжет а тут может быть и десятками сделал поэтому так мало есть мексика и мексика но цикл ваш завтрак обед нужен завтрак обед уже завтрак обед ну что снять но вот хорошо мы съездили там в деревню это очень честно говоря удивило мне казалось что местная мексиканская рода увлечет очень много людей посмотреть на самом деле было интересно как они скакали на быках это было невероятно и лосо кидали и половились и так мало просмотров честно говоря и практически не тот люди интересуются иммиграции у них культурный запрос такой как попасть в америку вот любой человек который ты покажешь тебе где-то напишут а как он попал в америку как будто вот он сейчас что-то такое скажет искать боже а я и не знал что есть такой способ нет все способы уже известны там господи а вот как он попал в америку ну хорошо мы тут приближаемся к большому городу и нам нужно обращать больше внимания на дорогу поэтому друзья мы с вами прощаемся но ненадолго и будем дописывать подписывать отвечать новые сюжеты отвечать на вопросы делиться размышлениями о жизни может нам вообще это самое типа мэрич клубы открытий так люди буду знакомиться такая работа и такая ответственность нет мы не будем сводить никого ну ты прочитал письмо если кто-то хочет там про себя что-нибудь написать пусть напишет кто-то услышит а мы что должны его зачитывать что-либо если ты интерес знаешь так в свое время была у нас права выбора ты знаешь передача были ты может быть не помнишь а может быть помнишь в шестидесятые годы там люди искали друг друга но во время войны потерялся ты помнишь да нажди меня разные разные периоды были ситуации и вот они там зачитывали письма что письма читают у нас как у ведущих телепередачи права выбора конечно не можем зачастую тебе 60 тысяч человек пришлют письма конечно нет но но самые интересные да самые такие письма которые трогают и уникальный чем-то так и зачитываем ну правильно ну конечно просто хочу сказать что это же уникальная возможность для человека встретить кого-то на другом конце света и кто-то скажет да это вот света чем которым я тебя ты прочитал или нет был комментарий вот к этой истории девушки наташи из беларуси был комментарий когда человек говорит что вот ему там психолог сказал что-то иначе он была девушка которая понравилась но он гнал от себя мысль о женитьбе и потом спустя пару лет он ее увидел там на автобусной остановке уже знаешь надо жениться но и вот а я ему написала девушка то что она что она подробнее да где-то вообще нам за вдруг долетает какой-то мужик так и говорит давай жениться и в общем так нет необычные как же она вот но в общем может быть он нам подробнее напишет об этом все ребята счастливо и до новых встреч